Мероприятия весеннего призыва 24-го проходят в плановом порядке. Сроки, установленные законодательством. В целях поддержания боевой готовности вооруженных сил предусматривается призвать на срочную военную службу и службу в резерв молодых людей, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку. К началу лета призывников уже отправят в воинские части страны. Сейчас юноши проходят медицинскую комиссию, также проходят профессиональный отбор по каким родам войск они будут служить. В свои 18 Максим Иваненко – студент механика технологического колледжа, слушатель автошколы ДОСАВ. В марте ему предстоит защитить диплом, получить права категории С и повестку для прохождения службы в рядах вооруженных сил. Именно армейская жизнь позволит ему стать не только самостоятельным, но и обрести крепость моральную и физическую. Мужчине стоит сменить среду, чтобы стать лучшей версией себя. Дед у меня служил, воевал, получается, отец, его брат тоже служили. Вот, можно сказать, иду по их стопам. Станислав Кравцов – разносторонняя личность. Увлекается музыкой, своей физической подготовкой уделяет большое значение, так как поставил для себя цель – служить в воздушно-десантных войсках. Предстоящая служба не пугает. Направили меня в 103-ю воздушно-десантную бригаду в городе Витебске. Ну, считаю, что да, выдержу, все нормально будет. Чтобы закалить свой характер, отдать долг родине. Ну, и войска у нас самые лучшие. Синеокое – суверенное государство, в котором надежно обеспечены мир, стабильность и безопасность. Это величайшее достижение белорусского народа. Поэтому нам есть, что защищать. Вооруженные силы делали и делают все, чтобы на нашу землю никогда не пришла война, а мирный труд белорусского народа был надежно защищен. Виталий Гаврусев, Максим Калинин, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360.